Здравствуйте, уважаемые подписчики библейского интернет-портала xget.ru Мы продолжаем с вами нашу рубрику курса лекции, рассматривая предмет сектоведения. И сегодня мы с вами рассмотрим такое явление, как сатанизм. В Священном Писании сказано в Евангелии от Марка, в пятой главе, что имя ему Легион. Само слово с оригинала «сатана» переводится с оригинала библейского текста, с еврита, как «противник». «Противник» — греческая сатанас. В третьем царствах, пятая глава, четвертый стих, можно рассматривать как некий диссидент. Даже дезертир, первый царств, 29.4, человек, уклоняющийся от армейской службы. Прорицатель, в кавычках, извлечающий и так далее. Также в книге «Откровение» в девятой главе, одиннадцатом стихе, мы встречаем имена падшего ангела, дьявола, наряду с такими именами, как Абадон, Аполеон, Вильзевул, Матфея 12.24, Велиар. Имя обозначается также, имя «Откровение» 19.10, «Клеветник», 1 Петра 5.8, «Противник», «Откровение» 8.11, «Ангел бездны», «Бог века сего» 2 Коринфянам 4.4, «Человек-убийца» Евангелия Тана 8.44, «Древний змей» 20.20, «Князь Бесовский», «Князь мира» и так далее. Лукавый, 13.19. Что нам известно из Священного Писания о грехопадении и о происхождении зла? В книге «Священном Писании» Бытие, в третьей главе, мы находим эту историю, но там рассказывается история о грехопадении человека, но о самом происхождении зла говорят несколько текстов Священного Писания. Один из них – это пророк Иезекииль, 28 глава, где сказано о том, что о причине отпадения Десницы Зарей, сотворенного Богом, мы знаем, что Бог не творил зла и не творил дьявола, как заблуждаются некоторые сатанисты, люди исповедующие эту отвратительную религию. И Бог зла не творил, зло не имеет своего бытия, то есть зло произошло в результате, как мы видим из самого имени этого ангела, некогда Деницы Зари, Люцифера, произошло в результате противления Богу. И о причине сказано у порока Иезекииля, 28 главе «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». То есть мы видим, что самолюбование, желание стать выше Бога, несмотря на то, что Люцифер был ангелом, в управлении которого была дана планета Земля, он не устоял в своей славе и высоте, отпал от Бога. Причина беззакония, оно до конца тайны беззакония не изведано, но тем не менее о причинах, как я сказал, мы знаем. Итак, святитель Кирилл Иерусалимский, если обратиться к отцам церкви, учил так, что, цитата, согрешил же он не потому, чтобы от природы получил необходимую наклонность ко греху, иначе причина греха пала бы на того, кто таковым сотворил его, но был сотворен добрым от собственного произволения, от собственного произволения, сделался дьяволом. Конец цитаты, овластительное поучение. Сатана, как и другие духи, имея свободную волю, как пишет об этом святитель Василий Великий, против Евномия, по, цитата, по собственному произволу, через лишение добра уклонился в грех. То же самое пишет преподобный Иоанн Дамаскин, что дьяволу, цитата, со стороны Бога была верена, вот о чем я сказал, охрана земли, но тем не менее он в своем тщеславии погубил мудрость и отвергнут был на землю. И таким образом началась духовная брань, началась сначала в духовном мире, а потом уже была и на земле, как сказано в книге Откровения 12.7.9. И произошла на небе война, Михаил и Архангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И неизвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним. Откровение 12.7.9. Таким образом, на земле он продолжил свою пагубную деятельность, отпав от Бога. За ним также отпала третья часть ангелов. И здесь, как я уже сказал, в третьей главе подробно описывается в книге Бытие о том, как он соблазнил, то есть отвратил от Бога первых людей своим обманом и обольщением. О нем сказано о дьяволе, что он отец лжи. Апостол Иоанн Богослов в первом своем послании, в третьем главе восьмом стихе пишет так. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Далее, нужно сказать, что вот эти слова, они очень важны для каждого православного христианина. Мы понимаем, что зло не имеет своего бытия, что зло, оно не может быть увековечено на земле. Поэтому и первые люди были изгнаны из Эдемского сада, из рая, чтобы не привнести и, если хотите, не увековечить смерть в творении. Но для этого было недостаточно их просто изгнать из рая, потому что изменилась сама природа человека. Появился закон энтропии, закон тления. И человек, предназначенный к вечности, в результате обмана дьяволом, стал человеком смертным. Потому как сказано, что за грех смерть. Но Бог не оставляет человека, приходит в этот мир, вычеловечивается, умертвляет. Смерть в самом себе побеждает дьявола на кресте, поражает его в голову, как сказано в книге Бытие, 3 глава, 15 стих. И вражду положу, это пророчица исполняется. И вражду положу между мной и тобой, между семенем твоим, семенем ее. Она будет поражать тебе в голову, ты будешь жалить ее в пяту. Но дьяволу до времени, да, Бог своим воскресением связывает дьявол, не спровергает его. Поэтому мы и говорим, ад, где твоя победа. И этих пророчеств в Священном Писании победы над дьяволом множество. Это и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, так и произошло. И как сказано в книге Откровения, 20 глава, 1, 3 стих, что после воскресения сковал Господь его своей жизнью, дьявола сковал на тысячу лет. И низверх его в бездну, заключил его и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколь не окончится тысяча лет. После всего ему должно быть освобожденным на малое время. Мы знаем, что будут последние времена Антихриста, когда ему будет дана некая сила, придут пророки Божии, Енох и Илья, и также пророк и евангелист, апостол Иоанн, который, богослов, был взят на небо. Что интересно, апостол Иоанн будет проповедовать христианам, потому что будет страшная апостасия, то есть уклонение от чистоты православного исповедания веры. Енох будет проповедовать язычникам, а пророк Божий Илья – иудеям, которые тоже будут последние шансы для того, чтобы и им нужно было воспринять Спасителя как Сына Божия и Мессию, обитаванного в ветхозаветных писаниях. Итак, поэтому силы зла уничтожены, и свидетель Василий Великий писал по этому поводу – «Кто боится Бога, тот никого не боится». Дьявол не имеет такой власти, поэтому нужно сказать, что нам надо бояться Бога, а начало премудрости – страх Господень. Множество этих текстов есть в Священном Писании, и предупреждает нас апостол Павел, что мы, конечно, должны быть готовы, что он еще давно это ему жалит в питу до последнего времени. Его главная задача – это отвратить православного человека, верующего человека от пути спасения. И, как сказано апостолу Павла, 1 Коринфисам 10, 13, «Вот вас постигло искушение неное, как человеческое, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли его перевести». Итак, мы знаем, что у апостола Павла есть также слова – «Кто не верит, что Христос умер и воскрес, то вера такого человека тщетна». Поэтому веруем, что Христос умер и воскрес, исповедуем Христа как Бога и Спасителя, и, приобретая страх Божий, боимся Бога. Если говорить непосредственно о людей, поклонников сатаны, то известное объединение сатанистов можно назвать такие секты, как «Церковь сатаны», это их официальное название, «Международная ассоциация лицеферистов кельтского восточного обряда», «Зелёный орден», в Америке и в Западной Европе действует целый ряд других дьявольских культов, например, «1001-я церковь Сан-Франциско», «Церковь последнего суда» в Лос-Анджелесе, «Общество Асмодеуса» в Вашингтоне, «Международная ассоциация ведьмы колдовства» в Нью-Йорке, «Международный центр магии» в городе Блуа во Франции и различные группы культа Вуду, языческих, кельтских, индийского происхождения и так далее. В Америке и в Европе на протяжении нескольких десятков лет уже процветает такое общество друидов, тоже здесь и поклонение природе, и поклонение дьяволу, есть и принесение в жертву, и животных, и случается, что и ритуальные жертвы, где приносят и людей. Как я уже сказал, что имя сатаны в Священном Писании мы видели, но и в других религиях есть, также именуется сатана по разному звучанию, в арабском, например, «шайтан», в египетской мифологии как «сет», на японском как «оямма», на персидском «деф», и на сирийском «бехарит» и так далее. Примерами могут служить достаточно известные США, например, «храм Сетта», так и называется «храм Сетта». Служит также в Египте есть секта, которая называется, это официальное название, «служители шайтана» и прочее. Примыкают к сатанинствам также и неоязыческие группы, о которых мы с вами говорили, различные ордена, типа «Орден Восточных Тампельеров», «Серебряная звезда», «Золотой рассвет». Я не случайно озвучиваю название, потому что не надо думать, что если это сатанинские секты, то они сразу все какие-то там, вот которых мы видим на улице, все разукрашенные, разумазанные, разодетые. Это, ну, я вам скажу, кто это. Это в сатанистской, мы рассмотрим небольшую классификацию, в сатанизме, ну, это такие хулиганы, да, это шпана. Это не сатанисты, настоящие в полном смысле этого слова есть сатанисты с более изощренными методами и из своих воздействий, и, в общем-то, сатанинской идеологии. Это, можно сказать, всех, которых мы видим, таких разукрашенных, это, в общем-то, ну, жертвы сатанизма в некой мере, хотя они все в той или иной мере. Также есть некоторые группы последователей Карлоса Кастанеды. Сатанинскими культами, действующими в России, относятся Южный Крест, Черный Ангел, Черный Дракон, Российская Церковь Сатаны, Синий Логос, Зелёный Орден, Общество Станы. Поэтому, когда я вижу некоторые передачи на наших телеканалах, очень известных, в общем-то, уважаемых людей, всегда хочется спросить, кто им составляет, да, информацию подаёт. Вот, например, смотрел Бесогон, и там уважаемый, да, Никита Михалков, он рассказывает о том, какие есть страшные станинские секты в Америке, в Европе, и вот от чего он говорит, Господь избавил нас, у нас их нет. Но это неправда, они у нас есть, и не в малом количестве. Например, все церковь Сатаны, её действия были приостановлены только в 2017 году, а сайт их существовал до 2018 года. Миньюстом было зарегистрировано те, которые я перечислил, восемь сатанинских сект, и они существовали свободно у нас до 1998 года. Сейчас активно действует секта Крысятницы, это такая женская секта, и Южный Крест. Поэтому нельзя так сказать, конечно, их нет такого количества, как это есть в Америке, в Европе, они имеют такой здесь легитимности, но тем не менее, их немало, это не одна тысяча последователей этих станинских групп. Особняком от культов яма сатанинской направленности стоит церковь Саентология, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, Ронанда Хамбарда. Ронан Хамбард, как мы с вами говорили, являлся учеником известного сатаниста Алистера Кроули, последователя Ордена Восточных Тампельеров, и провозглашавший себя в своем завещании адресованным адептам высшей степени посвящения воплощением Антихриста. Так он себя именовал. Также есть центр Юнивер и целый ряд оккультных сект, так называемых целителей, колдунов, прикрывающихся различными названиями, сущности, по оценкам экспертов, являются сатанинскими. Классификации совсем немного. Здесь три уровня можно увидеть. Первый такой уровень, это, о которых я уже сказал, самостоятельно изучающие любители заходят на различные сайты, подражают этому всему, появляют такой некий протест, читают некоторые книги, просматривают фильмы и ролики. Это в основном такие подростки, первые психопатические такие сатанисты. Второй уровень, это религиозный сатанизм, состоит уже из публично известных групп, таких, как я вот выше назвал, церковь сатаны, храм Сетта, Южный Крест в Москве, например. Эти организации открыто проводят рекламирование и имеют анкеты, поступающих на работу, членские взносы и все другие атрибуты небольшой религиозной группы. И последний уровень, третий, это черные сатанисты, представляют собой группу, которая действует тайно, явно должны быть ответственны за некоторые случайно ритуальные насилия, действуют чрезвычайно утонченными методами, да, и в основном состоят из потомственных сатанистов, проникают в различные слои политики и власти, и эти люди не занимаются, никак не занимаются прозелитизмом, то есть они не влекают в свое сообщество, они держатся отдельные касты, но преследуют свои цели. Я уже рассказал о месторасположении многих астанинских сект, сказать, что существуют они и в Европе, и в Англии, и в Италии, и церковь сатаны, так называемая, основана в 1964 году, самая, пожалуй, такая крупная и распространенная, Энтони Лавеем, которая в настоящее время, ну, уже не в настоящее время, что давно, в общем-то, отошел от дел и передал это все своей дочери, Карла, которую зовут Карла, еще в 90-е годы. Что интересно, что в Америке, когда она была зарегистрирована в церковь сатаны, их даже на какое-то время до 60-х годов освободили от налогов, то есть они как религиозная организация, еще и налоги не платили, но потом все было пересмотрено, запрета официального не было, но некоторые налоговые льготы были сняты. Не надо думать, что сатанинские секты появились в России в 90-е годы, это будет неправильно и неправда. Малочисленные группы, тем не менее, были в Москве, в Ленинграде и в Одессе еще в 70-х годах прошлого столетия. Была такая своего рода мода на сатанизм в определенных кругах неформальной молодежи, которая потом переросла в массовое движение уже, конечно же, в 90-е годы, но тем не менее, я не буду прочитать всю географию, множество городов, где есть сатанинские группы, это и Владивосток, все не буду, может так некоторые, это и Брянск, и Бирбиджан, и Санкт-Петербург черный дракон, и в Ростове-на-Дону черный дракон также, в Твери черный ангел, в Тюмени мандра была, по крайней мере. На сегодняшний день в одной лишь Москве насчитывается около 30 направлений сатанинских сект, и они не быстро, но растут, по данным от Минюста, в общей сложности это направление около 30 и 50 организованных групп сатанистов, и численность можно сказать где-то около 10 тысяч, в Москве около 10 тысяч. Самые крупные из них это Черный ангел, Южный крест, или она называется Московская церковь сатаны, Черная графиня Российская церковь сатаны и Черный дракон. Что дальше? Надо сказать, что у сатанистов есть и свои некие, если можно так сказать, доктрины сатанинские, и есть свои также и книги, например, Черная Библия, и традиционно сатанизм рассматривается как поклонение, откровенное поклонение злу, как религия, основанная на принципах, противоположных христианству, и в центре традиционного сатанизма находится поклонение личностному и могущественному как они считают дьяволу. У них есть тут серьезное заблуждение в вопросе происхождения сатаны и дьявола. Они думают, что он был всегда, изначально, или некоторые задаются даже таким вопросом, зачем Бог его сотворил, и почему-то они думают, что раз его Бог сотворил таким, что и наделит его такой силой, есть такая путаница, особенно среди подростков, с которыми я общался. И идейным вдохновителем современных сатанистов считается выпуск вуз книг Кембриджа «Оккультист», автор ряда магических книг Алистер Кроули 1775-1947. Изучение Кроули подчеркнуло много для создания своей церкви, как и уже говорил Хаббард. Он широко Алистер Кроули использовал практику йоги, буддистские тантрические обряды. В тантризме известны, там есть различные такие практики, связанные с сексуальными извращениями. Считается, что этим самым человек поднимает некую божественную энергию, будет ее, состояние этого экстаза. И Алистер Кроули все это широко использовал. Да, вот я уже сказал о том, что до 2018 года работал сайт. И в 2018 году вот по такому, когда была создана комиссия приобретатель лица от православия, мной было так сообщено председателю комиссии о том, что до сих пор действует этот сайт. И тогда мы обратились к первому викарию по Москве и вот с помощью какой-то вот, мы так поняли, что это владыка связался с определенными спецслужбами и хотя бы приостановили развитие этого сайта. Все, кто не приостановили. Ну, хотя бы сайты, чтобы люди не попадали. Конечно, был сделан большой такой шаг, чтобы люди хотя бы не попадали, не подражали. Вот такие вот, которые назвал шпанали и хулиганы, которые подражают всему сатанизму и распространяют его идеи. Сами иногда до конца вообще не понимая, во что они вообще вмешиваются. Да, я уже сказал, что священная книга сатанистства «Черная Библа», она была написана Энтони Шандаром Лавеем, которым упомянул сверху основателем Церкви Сатаны. Ну, чтобы как-то не пропагандировать все, приведу лишь совсем немного, чтобы было понятно, о чем речь. Основной акцент, в общем-то, в этой так называемой «Черной Библии» это материализм и гедонизм. То есть, гедонизм направления в этике, которые утверждают удовольствие в качестве основного мотива и цели человеческого поведения. И для его последователей сатана скорее символ, нежели тут реальность. Здесь они путаются, то ли он есть, то ли он нет, но главное это служить сатане, это значит удовлетворять все свои в общем-то похоти. То, что называется сегодня обычным таким словом, на котором редко из нас, кто задумывается, это слово удовольствие. Слово удовольствие оно само с этим говорит, если вы думаете слова, то есть давать волю своим удам. В общем-то я помню, как однажды в центре реабилитации пришла, привели, вернее, одну молодую малолетнюю девушку с мамой, она там на Арбате вся измазанная и намазанная в руках Библия и она ее вся потрепанная и сколотая. Когда я спросил, вы читаете Библию, она говорит, да, я тогда удивился, говорю, как же там почитаете Библию в таком виде и занимаетесь такими вещами. Она говорит, а я делаю все наоборот. Если сказано в Священном Писании «Я Господь, Бог твой», то для меня значит Бога нет. Если сказано о том, что не створи кумира, а мне значит створи кумир, сказано непроизносимый Господь, Бог напрасно, твое напрасно, а значит надо везде произносить и хулить. Сказано «Чти день воскресный» значит надо всячески хулить в субботний. Сказано «Почитай отца Аймай» значит надо не почитать. Сказано «Не убивай» значит «Убивай». Сказано «Не прелюбодейся» значит «Прелюбодейся». И все наоборот. Не лжесвидейся, лжесвидейся, не завидуй, завидуй. То есть делаю все наоборот. Сатанас. И я когда у нее взял, она мне отдала и попросила оставить себя. Так шурнула небрежно. Была вся исчеркнута, в общем-то изгажена чем-то. Ну потом на церковном дворе придали чистому огню. Потому что читать ее уже было невозможно. И Лавей заявлял, например, цитата «Храм великолепной вседозволенности мог бы стать отрадой для всех людей. Но главная наша цель собрать группу единомышленников и использовать их соединенную энергию для вызова темной силы природы, которая именуется сатаной». Конец цитата. Или вот еще что у него может быть. Он пишет «Это возвышающая эгоистическая грубая религия. Она основывается на вере, что человек неопреодолимо эгоистичен. Агрессивное создание, чья жизнь представляет собой непрерывную борьбу за существование, где побеждает сильнейший. Это что землей правят те, кто борется до победы». Конец цитаты. То есть смысл такой, хочется тут сказать, когда читаешь эти строки, невольно возникает эта мысль о том, что проповедует в общем-то теория эволюции, помните, что выживает сильнейший. Вот здесь вот это очень сквозит. Гедонизм побеждает сильнейший вид. и идеи сатанизма достаточно живучие. И не вчера родились и проникали во многие политические и даже политические учебники западных государств. Например, есть произведение «Государь Макеавелли», его можно археортизовать одним тезисом «Цель оправдывать средства». В общем, сатанизм мы обходим нечто подобное. То есть, достичь власти, а этот учебник Макеавелли, по нему учились все западные монархи. Как удержать власть в своих руках? Достичь власти, удержать достигнутые любой ценой. Такое мировоззрение красной нитью проходит через его произведение. Но чтобы мне быть голословным, переведу несколько цитат. Вот, например, «Излишне пишет он, говорить столь «Излишне говорить, сколь похвально в государстве верность данному слову, прямодушие, неуклонная честность. Однако, мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно обвести вокруг пальца. Такие государи в конечном счете преуспевали куда больше, чем те, кто ставил на честность». Конец цитаты. То есть, воспитание своих детей он рекомендовал отдавать по принципу кентавру Херону, дабы приобщиться к его мудрости. Правитель, по мнению Макиавелли, должен обладать как и античный герой, получеловеческой, полуживотной природой и действовать по закону инстинкта животного, когда ему невыгодно сдерживать слова и действовать так, чтобы не навредить своим интересам». Конец цитаты. Пожалуйста. Точно такое же мы читаем и у сатанистов. Здесь животные инстинкты, их не надо сдерживать. Если тебя ударили по правой щеке, так пишет Лавей в своей Черной Библии, «двинь так, чтобы попасть по двум сразу» и прочая вещь, никакого смирения, никакой доброты, никакой любви. Нечто подобное на самом деле можно встретить и в идеологии такого атеизма и некоторых советских предводителей. Вот, например, яркий представитель российских радикалов, который сквозит просто, я прочитаю, вы сами рассудите, насколько это чистый какой-то атеизм или секулярный атеизм. Вот Бакунин совместно со своим поклонником Нечаевым составил так называемый, это официальное название, катехизис революционера, который стал руководством к действию для сотен нигилистов. Вот что он пишет, цитата, «В революции нам придется разбудить дьявола, чтобы возбудить самые низкие страсти. Революционер человек обреченный, все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в революционере. Он не революционер. Есть ли ему чего-либо жалко в этом мире? Он знает только одну науку, науку разрушения». Конец цитаты. Скажите мне о том, что это просто идеология. Тут классикации плодоваться не надо. Это фактически чуть ли не цитаты из Библии, Черной Библии Лавэй. Это Лурье Ф.М. Создатель разрушитель. Петра Риф 1994 стр.106 В своей работе «Принцип революционера» Бакуин продолжает «Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления. Мы соглашаемся, что форма, в которой должно проявляться эта деятельность, яд, кинжал, петля и тому подобное, революция благословляет все в равной мере эти деяний». Пожалуйста. И мы знаем, что очень много, да, и Ленин, например, восхищался Бакуниным и убийцам Нечаевым и их методами. По его словам, Нечаев, цитата, по словам Ленина, обладал особым талантом организатора. Облекал свои мысли, цитата, в потрясающей формулировке. Такой блестящей Нечаевской формулировке по Ленину был ответ на вопрос, кого из царского дома надо уничтожить. Ильич с восторгом отмечает всю Великую Екатенью. И он говорит, «Во, как Нечаев сказал». А что вся Великая Екатенья? Это поминание дома Романовых. То есть, ему нравились все его сказы. И вот мы видим, что, в общем-то, нигилизм и тогда, в то время, в эти идеи также проникал через нигилизм, по сути, тоже отрицание, как форма отрицания сатанизм и материализм. И он порождал историй России. Например, были и, как мы знаем, славянофилы, и западники. Например, Тютчев там писал, «Уму в России не понять, аршином, в общем, не измерить, не особенное стать. Василий в России может только верить». И другие патриоты, в общем-то, воспитанные на православных традициях любви к Богу, к человеку, к своей Родине. Но были и другие. Когда я читаю эти стихи, мне вообще сложно понять, что там происходило с человеком. Это, так называемый, манифест о чужебесе, по сути, Печорина, западника, который так и уехал и не вернулся в Россию. Вот что он писал. Смотрите. «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирную десницу возрождения». Вот что нужно иметь внутри, чтобы так ненавидеть то, что тебя вскормило, родило и воспитало. Родину, Мать, Церковь. В общем-то, это то, что было сказано выше, это основополагающая идея сатанизма. Сатана сильнее всех. Каждый сам по себе Бог. Жизнь – это насилие. Это несколько доктрин сатанинских. «Необходимо потворствовать и подчиняться своим низмен инстинктам». Мы читали о животной силе, которую собирается пробудить. Да, Бакунин. «Необходимо потворствовать и подчиняться своим низменным инстинктам». Это буквально цитаты. И влечение. «Необходимо поступать вразрез с требованиями общественных законов или хотя бы быть индифферентными к ним. Социальные структуры надо разлагать изнутри. Настоящая радость – месть своим врагам. Земная жизнь – подготовка к переходу в ад для истязания своих врагов». Станисты думают, что поклоняясь Стане, у них будет привилегировано это состояние в аду, и они будут там мстить своим врагам, и это будет доставлять им удовольствие. Поэтому дальше, вот, например, земная жизнь – да, все связанное с официальными религиями должно по возможности оскверняться. Главный враг – это цитата, главный враг – православие. Понятно, по-другому никак, да, если бы не было Бога, то на чем паразитировать дьявола, не было бы добра, дьявола паразитировать не на чем. Поэтому считается, что в сатанизме человек должен ублажать дьявола как хозяина земли, в свою очередь любовь можно познать лишь через познание ненависти, такая декларация. Мораль сатанистов базируется не только на отрицании, но и на полном извращении христианских жизненных ценностей, о чем я привел пример противостояния заповеди, и да, так вот, например, вырвана даже целая цитата у сатанистов, у Лавея можно встретить, что «Христос учитель человечества, а сатаниил экзаменатор». Эта цитата вырвана без всякой сноски из Теософии Блаватской, о чем мы говорили, где присутствуют также эти элементы. Итак, здесь можно сказать следующее в завершение, что у сатанистов есть не только доктрины, не только противления, но и различные обряды, где приносятся в жертву и люди, и человеческие жертвы. Вот, например, Лавей так и утверждал, что это необходимо делать, потому что в каждом из нас сидит сатана. Вот цитата «В каждом из нас сидит сатана, и задача стоит лишь в том, чтобы выявить и познать его. Сатанинское начало, заключенное в людях, главное и наиболее могущественное. Им надо гордиться, а не тяготиться. Его надо культивировать». И вот эта культивация предлагается именно в жертвоприношениях. Часто приносят жертвы бомжей. Люди, когда пропадают. Это есть также и есть истории, когда зафиксированы ритуальные убийства. Совсем недавно одним сатанистом были убиты свои дети. Это в Коломне. Наш специалист по сектоведению ездил туда и также был приглашен, чтобы определить действительно, есть ли элементы сатанизма. Они действительно там были. Но есть и такие ритуалы, которые проводятся по разным праздникам. Например, 13 пятница и полнолуние и прочие сатанинские праздники. И там все построено на том, чтобы исковеркать то, что происходит на мессе, то, что происходит больше это исковеркание католическое, но и есть православные такие элементы. То есть в чашу наливается кровь, как делается некий такой стол, на стол кладется жертва. Жертву могут убить, могут просто порезать, для того, чтобы взять кровь из вены, примешать это все в чашу, туда же нечистоту, туда же налить вино. Люди все это принимают, идет всякое издевательство. Читается Черная Библия Лавея, люди вскидывают руки кверху, кричат, вопят, Астана, ты наш предводитель, ты наш Бог, мы поклавимся тебе, дай нам силу, и прочее. И вот я рассказывал или нет, если я рассказывал, то расскажу, а если я рассказывал, то напомню. К нам пришел один человек, который был потомственный сатанист, это редкий вообще случай, ему было где-то около 35 лет, и он поговорил с батюшкой и сказал о том, что они там до ночи, и увидел, что они сидели, там, в вечернем пришел в службу, и он сказал, что больше туда возвращаться не хочу. Он ходил несколько месяцев в наш центр реабилитации, и тогда мы решили как-то ему помочь, а ему начали угрожать, что если ты уйдешь, видно, он что-то знал, то мы все передадим кассеты, вот видеокассеты тогда были, где ты принимал косвенное участие в ритуальных убийствах. Это действительно было так. И когда эти угрозы все не прекращались, то мы решили после присоединения спрятать его в одном грузинском монастыре в Грузии в горах подальше. И вот спрятали, никто не знал, я и батюшка, больше никто, я никому и не говорил, и присягнул, что ни слова не скажу, да я и не знал точно даже, где этот монастырь, занимался священник. И когда через прошло три месяца, они его нашли там. Это, конечно, было вообще так ужасно, как они смогли найти телефонные переговоры, неизвестно. И тогда туда приехали и сказали, мы все передадим, и тебя посадят. И тогда он решил сдаться сам. Он сказал, все равно я не вернусь, пожалуйста, и пришел, сам сдался, ему дали восемь, по-моему, восемь с половиной лет. И там уже, когда будучи в тюрьме, он принял монашество с именем Моисей. И потом, раньше срок его выпустили, также ходатайствовали, как могли, за него, за примерное поведение. Он пять лет, по-моему, отсидел. И потом его больше никто не видел, но некоторые знакомые, которые видели, как он к нам приходил, тогда уже начались более частые возможности поездки на святую гору Афон, говорили, что вроде видели там Моисея. Поэтому действительно сатанизм это религия, где идет откровенное поклонение дьяволу, и Лавэ призывает словами «Я, короче говоря, являюсь Богом». Нужно говорить о себе. Человек-зверь является божеством для сатаниста. Каждый человек является Богом, если он предпочитает признать себя таковым. И собственно говоря, Лавэ так и признавался. Он говорил, «Мы проповедуем то, что уже давным-давно стало американским образом жизни». Этого слова «Просто не все, пишут он, обладают мужеством назвать вещи своими именами». То есть с этим трудно не согласиться, с этим трудно не согласиться, поэтому нужно сказать в завершении, что пожалуй, единственным иммунитетом от всей этой бесовщины, которой бояться не нужно, потому что если Бог с нами, то кто против нас, «Я и Бог» это уже большинство, причем подавляющее, но быть осторожным, предупредить людей, всяких заигрываний, особенно молодежи, они очень опасны, потому что может быть человек вовлечен туда, и его могут просто там использовать. Нужно понять, что там все построено на чудовищных, мягко говоря, интригах, на чудовищных подставах, никто там никого не будет выручать или как-то помогать, все достаточно в общем-то примитивно, потому что дьявол это обезьяна, Бога, но в то же время опасна как для жизни человека, так и в особенности для его бессмертной души. Поэтому будем внимательны к тому, чем занимаются наши дети, будем внимательны к тому, кто нас окружает, какие люди, и при возможном случае предупредить их об опасности влечения вот в такие в общем крайние такие криминальные в некой мире. Все это есть секты, такую секту, как сатанизм. Спаси Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok